МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 22.00, в эфире программа «Спортбар». И это специальный выпуск. Здравствуйте. Сегодня с вами проведем его мой коллега Азамат Муратов. И Роза Хабибулина. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Мы не зря обращаемся именно к вам. Дело в том, что специальный выпуск нашей программы, точнее программы, в которой чаще всего работает и руководит ею Роза Хабибулина, действительно имеет некий исторический оттенок. Мы впервые присутствуем и проводим спортбар вне стен уфимского телецентра, а находимся в святая святых башкирского хоккея. Мы сегодня на Уфа-арене, и такого не было никогда. И, кстати, мы сразу вас предупреждаем, друзья. Сегодня вы услышите то, наверное, о чем и не могли мечтать услышать. Роза, я ничего не напутывал, я все правильно сказал. Все правильно, все верно. Мы ведем свой эфир прямо из пресс-центра клуба «Слава Твилаев» из хоккейного сердца республики. Азамат, представь наших гостей. Ну что, друзья, давайте встречать. Дело в том, что сегодня у нас в составе гостей самые-самые-самые замечательные люди. Люди, которые хотят сегодня пообщаться и с нами, и с вами, уважаемые хоккейные болельщики. Дело в том, что нам действительно есть о чем поговорить, и мы очень рады, что эти люди сегодня с нами. Мы приветствуем и говорим добрый вечер генеральному директору предприятия хоккейный клуб «Слава Тюлаев» Тагиру Ибрагимову. Добрый вечер. Мы приветствуем генерального менеджера хоккейного клуба «Слава Тюлаев» Леонида Вайсфельда. Добрый вечер. И, внимание, друзья, сегодня вместе с нами мистер Эрка Вестерлунд, главный тренер нашей команды. Ну и помимо нас пятерых в эфире незримо, а может быть иногда и будет появляться, наш большой друг и коллега Юрий Елисеев. Юра, тебе тоже добрый вечер. Всем добрый. Юра будет помогать нам переводить весь наш разговор к главному тренеру команды. Ну и давайте, Роза, сходу поговорим о причинах того, почему, собственно, мы сегодня вот в таком формате готовы начать разговор с болельщиками. Во-первых, я бы хотела поздравить с победой. Накануне «Слава Тюлаев» обыграл команду «Сочи». Ну и, естественно, но, тем не менее, до этого было несколько поражений к ряду, и болельщиков, естественно, волнует, чем живет команда, почему происходят эти проигрыши и так далее. Именно об этом мы сегодня будем говорить. И мы сегодня, наверное, сразу бы оговориться. Мы можем задавать все вопросы, потому что мы действительно работаем в прямом эфире. Да, есть ли у нас возможность задавать действительно любые вопросы? Есть ли сегодня запретные темы в нашем разговоре? Леонид Владимирович, мы по вашей реакции поняли, что вы не возражаете. Я же сказал, что после встречи с болельщиками ничего не страшно уже. Да, давайте сразу объясним нашим телезрителям, что несколько часов, наверное, правильно сказать, даже несколько минут назад здесь в предцентре состоялась встреча, на которой настаивали самые активные, самые преданные болельщики команды, которые хотели из первых уст получить информацию о том, что, собственно, произошло, почему команда сегодня не показывает хоккей такого уровня, не добивается того результата, к которым мы уже привыкли. Болельщики в ограниченном числе получили ответы на поставленные вопросы. Там тоже не было, поверьте мне, запретных тем, и господа присутствующие здесь это охотно, я думаю, подтвердят. И сейчас в некотором роде у нас вторая серия разговоров. Кстати, я должен с вами поделиться своим мнением, что я лично, не знаю, понравится ли это болельщикам, которые здесь присутствовали на нашей встрече, могу отнести эту встречу к трем историческим событиям нынешнего сезона. Во-первых, это предсезонная встреча с болельщиками, которая сыграла очень большую позитивную роль. Во-вторых, это выигрыш у сочинской команды на Уфимском льду. Это был большой праздник. Со счетом 11-3 мы одержали победу. И сегодня, наверное, по значимости это действительно было мероприятием одного уровня. Встреча с болельщиком, руководителей такого ранга, это случается не каждый раз. И мы понимаем, что клуб в тяжелой ситуации. Это было очень нужно. Какова ваша точка зрения на то, что сегодня произошло? Я думаю, что эта встреча назрела. Как выяснилось, и от вас в том числе, она оказалась достаточно продуктивной. Разговор получился конструктивным, скажем так, взаимно интересным. То положение, в котором находится клуб, на сегодняшний день, безусловно, не может нас радовать. Ни нас, ни всех болельщиков в республике. Вот мы каким-то образом попытались, скажем так, объяснить ту ситуацию, в которой мы пребываем, находимся. Но одновременно, скажем так, попытались вселить долю оптимизма. По крайней мере, болельщики сегодня получили информацию о том, какие планы у хоккейного клуба. Да, конечно. Леонид Владимирович, ваше мнение о прошедшей встрече? Вы сегодня слышали самые разобразные вопросы, и неоднократно даже возвращались к некоторым из них. Ну, потому что некоторые и так удивили. Ну, тут насколько... Вот я какой вынес из этой встречи, так сказать, ну, итог, что ли, какой для меня, что просто такой, видимо, недостаток информации у болельщиков. И, наверное, надо почаще встречаться, чтобы развеивать всякие мифы, слухи и так далее. А так, безусловно, это очень нужно. И я думаю, что ребятам очень полезно. И Инвер, и Григорий Панин. Я не сомневаюсь, что они обязательно завтра в разделалке расскажут. И всем ребятам. Я думаю, что это очень полезная встреча. Вы понимаете, да, что сейчас вы только что признали, что в некотором роде была потеряна коммуникация в направлении клуб-болельщик и болельщик-клуб. И сегодня вы, как руководители нашего хоккейного клуба, не забываем прославленного клуба, клуба, на котором себя замыкает очень массу эмоций жителей Республики Безкортостан, вы сегодня сделали абсолютно правильный шаг. Вот если со стороны оценить, вы сделали правильный шаг. Но коммуникация – это тот вопрос, с которого многие болельщики, я думаю, и вы тоже, как руководители клуба, начинали сезон. Вот сейчас мы видим картину, как Юрий Елисеев господину Вестерлунду переводит суть нашей беседы. Было много опасений, касаемых того, сможет ли господин Вестерлунд общаться с нашими хоккеистами. Понятно, что мы слышали заверение, что все будет хорошо, замечательно. Сегодня мы, кстати, от вас, Тагир Асхадович, услышали, что на самом деле Николай Цулыгин отрабатывает свои задачи практически на 150%. И это очень хорошо, что мы услышали из ваших уст. И в связи с тем, что вот такие коммуникационные вопросы возникают, еще раз напомню, клуб болельщики, мы переживаем, тренерский штаб, игроки. Есть еще такой вопрос, а все ли игроки понимают друг друга? У нас ведь игроки из нескольких сборных команд. Да, есть ли понимание? Есть ли у вас понимание и коммуникация правильная между вратарями, защитниками и нападающими? Ведь игра, которая сейчас нашей командой показывается в основной своей массе, она действительно задает такие вопросы. И еще один интересный вопрос, коммуникация. Мы понимаем, что, Леонид Владимирович, вы беседуете с господином Вестерлом на английском языке. Правда? Я не выучил финский. Вы разговариваете на английском, да? С Тагиром Асхадовичем вы разговариваете на русском. А на каком языке разговаривает Тагир Асхадович, как генеральный директор, с главным тренером Вестером Вестерлом? Как происходит эта коммуникация? Тоже интересный вопрос. Ну, я пытаюсь разговаривать так же, не выучивший финского на английском. Может, у меня это получается не столь эффективно, как у Леонида Владимировича. Но вроде Эрка меня понимает, я его тоже. На самом деле, тут всем все понятно. Здесь же нету каких-то сложных тем. Поэтому я вам скажу больше, что эти проблемы коммуникации иногда возникают. Ты нашему хоккеисту на русском объяснить не можешь. С чем это бывает связано? Ну, вот не понимают некоторые. Хотя вот сейчас мы добились, например, что у нас вот эти удаления, по крайней мере, исчезли. Там, ну, споры с судьями, там, в зоне атаки. Мы же на русском объясняем, что это нельзя делать. А это повторяется из раза в раз. И вот Эрка говорил, что мы много матчей из-за этого проиграли. Ну, в последних матчах, мне кажется, что... Порядок наводится. Ну, по крайней мере, мы исключили вот этот вот момент негативный. Давайте проведем сейчас небольшой тест на присутствие коммуникации внутри вашей дружной команды. Скажите, пожалуйста, можем ли мы опасаться того, что не самые лучшие результаты нашей команды к этому моменту связаны с тем, что наш финский тренерский штаб не совсем уютно себя чувствует в Уфе? Вот развейте или подтвердите наши опасения? Может быть, надо всем вместе нам поработать в этом направлении и что-то решить? Надо Эрку спросить, мне кажется... Ваше мнение, да, или нет? Нет, я-то уверен, что они комфортно себя чувствуют. Тагир Асхатович, вы? Нет, я думаю, что клуб создал, наверное, такие наиболее приемлемые условия. Во-первых, мы послушали, что они хотят, в каких условиях размещаться, жить. Эрка, допустим, достаточно часто у него семья здесь бывает. Многие просто с женами сюда приехали. Я не видел таких, чтобы прямо вот, скажем так, отсутствия вообще комфорта. То есть вы настаиваете, что с коммуникацией все в порядке? А сейчас, внимание, правильный ответ на этот вопрос. Да, давайте мистер Вестерланда послушаем уже. И узнаем, все ли на самом деле так хорошо. Мистер Вестерланда, насколько вам уютно в Уфе работается? И все ли у вас условия для того, чтобы работа шла хорошо? Да, люди очень вежливые в Уфе. И хоккей – это международный язык общения. Мы на большом количестве языков разговариваем. И большинство игроков говорят на английском. Да, в тренировочном процессе повторяем одно и то же несколько раз. Так что это все хорошо для того, чтобы все это изучить. Мы много работаем один на один, то есть индивидуально с их игроками. И Николай Сулыгин очень сильно помогает в этом плане. Очень много помогает. Каков уровень, кстати, Николая Сулыгина? Сколько лет ему еще нужно поработать, чтобы возглавить один из клубов континентальной хоккейной лиги? Ваше профессиональное мнение нас сейчас интересует. Коуч Николай Сулыгин. Он прекрасный тренер. Он имеет хорошие знания о хоккее у него. И он понимает, что мои плохие инлицы тоже. Также он понимает меня. Так что все хорошо. Спасибо. Будем надеяться, что Николай Сулыгин. Знаете, я по поводу коммуникации хотел сказать. Да. Я просто вчера, я редко хожу на эти всякие установки, там, собрания. Ну, вчера, вчера была в Сочи игра? Да, вчера сходил. И я видел, что, ну, там, например, Хану Вирта объяснял, там, как играть, там, тактику. И Николай Сулыгин переводил. И я видел по лицам ребят, что, в принципе, в переводе не было необходимости. То есть он на английском объяснял, там, и всем все было понятно. Ну, мы на всякий случай, как Эрка говорит, это делаем, конечно. Но в любом случае повторение мать учения, да? Фразы, которые дважды повторяются. Ну, как в анекдоте, я вам два раза расскажу, да. Да, да, да. Но я хочу сказать, что я даже не вижу такой острой необходимости. Вот если бы, допустим, Николай не переводил бы, то и так все было бы понятно. Но мы-то опасаемся всяких проблем в этой области от того, и вынуждены спросить по-собо этому. Ну, я думаю, что уже развенчали наши сомнения, но у меня другой вопрос. Тагир Асхатович, состоялась бы встреча с болельщиками и вот этот прямой эфир, если бы накануне не обыграли Сочи? Представим, что это было бы ужасное пятое поражение подряд, да? Я ничего не буду сказать. Я думаю, состоялось бы, да, согласен с коллегами. Но давайте исходить из того, что две недели назад вы прислали нам письмо и предложили провести программу «Спортбар». Мы вроде с этим согласились. И в это время никакого соотношения «выиграем» или «проиграем» не было. Так что я думаю, да. Когда вы выходите к прессе, когда вы выходите к людям, вы никогда не смотрите на результаты команды и не интересуетесь, на каком месте. Если вас просят провести диалог, вы открыты. Неправильная постановка вопроса. Мы, естественно, интересуемся, на каком мы месте. Естественно, нас интересует, как мы сыграли, проиграли или выиграли. Но я думаю, это работа, это бизнес. Надо выходить и общаться и с прессой, и с болельщиками. Это часть. Вы согласны с тем, что работу руководителя хоккейного клуба, тем более такого легендарного, как хоккейный клуб «Салават Юлаев», это работа прежде всего с людьми, с болельщиками? Ну, я думаю, да. Достаточно важная часть. Все-таки вы не забываете о том, что хоккей для болельщиков. Однозначно, однозначно. Хоккей вообще существует как вид спорта. Вообще, как любой вид спорта, он существует для того, чтобы его смотрели, за него болели. Иначе зачем? Роза, можно я задам сейчас самый главный вопрос? Можно я вас перебью и задам вопрос мистеру Вестерланду и спрошу, какие впечатления остались от встречи с болельщиками у нашего главного тренера? Тут пока есть небольшая пауза, связанная с переводом. Я хочу обратить внимание всех наших телезрителей, что господин Вестерланду получал информацию через переводчика, через Юрия Елисеева. Имейте в виду, что транслейт в эмоциях он тоже существует. Пожалуйста. Прежде всего, Уфа, Салават Юлаев, есть огромные фанаты. Они действительно поддерживают нас в доме. И это тоже интересно увидеть, как много фанатов мы имеем в разных городах. У Салават Юлаева суперфанаты, очень-очень фанаты, которые поддержат Салават Юлаев и в гостях, и которые ездят за командой. Поэтому, в первую очередь, хотел сказать о них, что они очень прекрасны. Хорошие и сложные вопросы. Хорошие и сложные вопросы, в принципе, вот ответ. Они прекрасно понимают, что происходит. Были ли вы готовы к тому, что вы увидели и к тому, в чем вы участвовали сегодня? Такие встречи не было, но это отличная сторона. Это отличное. То, что Салават Юлаев и клуб проводят такие встречи, очень замечательно. Прежде чем мы объявим переход на рекламу, Роза, я тебя очень сильно попрошу. Можно я перед рекламой подвешу студии главный вопрос? Только если коротко. Гостец спортбара ответит на него после рекламной паузы. Дорогие друзья, господа, уважаемые руководители хоккейного клуба. Мы провели начало этой встречи и поняли, что все для того, чтобы хорошо выступала команда, у нас есть. Может быть, за мелкими недоработками. После рекламной паузы, пожалуйста, ответьте нам на широкий и серьезный вопрос. Почему мы сейчас находимся там, где мы находимся? И по каким причинам мы сейчас не играем так, как должна играть наша команда? Спасибо. Ну что ж, мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся в пресс-центр хоккейного клуба Салават Юлаев. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами. Это программа «Спортбар». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня специальный выпуск. Напоминаю, мы говорим о хоккее. И еще до рекламы мой коллега Азамат Муратов задал такой достаточно масштабный вопрос. Почему мы сейчас в такой ситуации? Почему команда находится именно там, где она находится? В чем причины и так далее? Леонид Владленович, давайте начнем с вас. Ну, скажем так, я всегда говорю, что на такие сложные вопросы нет однозначного ответа. Это, как правило, комплекс причин, который приводит к такому результату. Но я думаю, тут эрка лучше ответить на этот вопрос. Но хочу заверить всех, что, поверьте, все службы клуба, начиная от тренеров, кончая директором, персоналом, мы, безусловно, понимаем, что мы не на том месте, где мы должны быть. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы эту ситуацию исправить. Я думаю, мне кажется, эрку интересно послушать будет болельщикам. Потому что мы-то каждый день эти вопросы обсуждаем. Я-то все это знаю. Мистер Вестерланд, ваше мнение? Да, первое, результат не очень хороший. Во-первых, результат не очень хороший. Это должно быть. Мы должны победить больше. Но спорт очень длинный процесс. Но спорт очень длинный такой процесс. И всегда есть две стороны. Первый, победил сегодня. Во-вторых, вторая сторона. В будущем ты выиграл что-то серьезное. Да, или в будущем ты выиграл что-то серьезное. И мы сделали большие шансы. Мы пытались улучшить нашу перформанс. У нас действительно были хорошие шансы улучшить наше положение. Это может слегка улучшить наш результат сегодня. Да, но на данный момент мы, конечно, результаты притормозились. Так скажем, слегка улучшили. Да, то есть похуже стали. Но? Моя мечта, когда я приехал сюда, в Уфу, в российской школе хоккея производит очень талантливых хоккеистов. И все еще атакующих хоккеистов, то есть нападающих. Если мы сможем объединить российское умение атаковать и финский подход, как защищаться, у нас будет отличная хоккейная команда. Это не так просто, на самом деле. А в каком моменте мы сейчас находимся? Болельщики очень простые люди. Они спрашивают, сколько еще ждать? Над чем нужно работать? Я думаю, что мы сделали хорошие изменения в команде. У нас много хороших уже сделали. У нас есть хорошие игроки. Может быть, тот самый момент, когда нужно играть лучше в защите сейчас. Самое сложное – объединить хорошую защиту и хорошее нападение. Это тот самый процесс, на котором мы сейчас конкретно работаем. И игроки вместе объединены. Они работают на команду. Это очень позитивно и дает нам хороший пейс. Ирка, я имею в виду, что самое главное – найти баланс между атакой и обороной. Потому что понятно, что там, как он сказал, у нас с хорошими атакующими навыками игроки. Но в то же время надо их заставить, не очень хорошее слово, но научить играть в обороне правильно. Очень многие болельщики говорят о том, что якобы игроки, как-то видно на льду, и нам задают очень много вопросов в WhatsApp, о том, что якобы нет какой-то самоотдачи. Согласитесь с этим? Я соглашусь, что такое впечатление. Такое впечатление на самом деле. Но я тоже сначала думал, хотя с ребятами разговариваешь, они очень переживают, потому что результата нет. На самом деле это происходит, когда ты играешь по заданию, и, естественно, тактика поменялась, и на уровне инстинктов ты не можешь работать. Ты должен постоянно голову включать. А когда ты думаешь, то, естественно, ты не можешь максимально выдавать. Вот эти все вещи, о которых тренеры сейчас просят наши, они должны происходить на уровне инстинктов. Тогда они смогут, ну, как сказать, раскрепоститься, скажем так. Я думаю, у меня такая точка зрения на этот счет. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, пишите свои вопросы на наш мессенджер в WhatsApp. И один из вопросов, который написали одним из первых, это поменяли бы вы, может быть, сейчас, вот уже видя, как продолжается сезон, как он идет, предсезонную подготовку, потому что мы все в курсе, что команда вышла, может быть, на 10 дней немного позже других клубов. Поменяли бы ее, Леонид Ладленович? Мистер Вестерланд. И очень серьезные вопросы в соцсетях поднимаются по поводу того, что мы действительно проигрываем третьи периоды. Может быть, это банальная усталость. Сначала на первый вопрос ответим. Нет, может быть, это план, но когда я знаю, что сейчас лучше русская культура, может быть, я могу менять немного мою коучинг-стайл или лидинг-стайл. Да, пока работаю в Уфе, в России, как бы узнаю российский характер, российских игроков, и как бы узнаю, как с ними работать. И свои навыки как тренера. Я согласен с Леонидом, что они очень много думают на льду. И это их замедляет как раз таких игроков. Я просто добавлю чуть-чуть. Эрка сказал, что он план бы не поменял. Он поменял бы свое ведение тренировочного процесса, а план бы он не поменял. Мы должны больше работать над выработкой инстинктов, нежели мужчин-стайл. Нет, нет, вопрос простой. Дело не в том, что финские тренеры или российские тренеры. Пришел новый тренер, новая философия. И когда люди привыкли играть в один хоккей, я разговаривал с игроками в начале сезона, я говорю, что вы это самое... Они говорят, что у нас новая тактика сейчас. Я говорю, что плохая, что ли? Они говорят, что плохая, просто нам привыкнуть надо. То есть все ребята, на самом деле, они очень хотят вникнуть в суть. Леонид Леонидович, кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я от лица болельщиков сейчас. И сколько нужно времени, чтобы игроки... Никто не ответили. Никто не ответили. Это не месяц, это не два, это сезон. Нет, можно, конечно, дурить голову сколько хочешь. Я могу ответить на этот вопрос следующим образом. Мы стараемся минимизировать это время. И сделать как можно быстрее. К сожалению, не всегда получается. Проблема вот в чем, например. Мы, например, были уверены, что у нас очень мастероведные игроки. И у нас очень хорошо должно работать большинство. Но в равных составах изменилась тактика, и она будет сложнее. На практике получилось наоборот. Сейчас тренеры смотрели. 5 на 5 последние 15 игр мы выигрываем. А большинство и меньшинство мы очень плохо играем. Вы нашли причину? Ну, скажем, опять же, я говорю, нет такого ответа один. Мы рассматриваем комплекс причин и стараемся устранить. В частности, в Сочи три игры в большинстве забили. Например, будем надеяться, что там с мертвой точки сдвинулось. Но я хочу сказать, что такие вроде бы простые вопросы там задают, ну когда? Но я же не могу сказать, что это будет послезавтра в 12 часов дня. А нам бы очень хотелось. Ну, как бы нам хотелось, если бы вы знали. Но, к сожалению, вот как Эрка сказал, тут же смысл в чем? Что есть, скажем так, оперативное планирование, что сегодня. А есть перспективное, что мы хотим получить, скажем, в конце сезона. И в данном случае, вот его мысль заключается в том, что надо жертвовать сегодняшним днем, к сожалению, для того, чтобы получить результаты, скажем, в конце сезона. Наш клуб, как и многие другие, не устраивает календарь, да, когда некогда подумать? Нет, нет, календарь, он вообще в принципе плохой, не для нас, а для всех. Он вообще плохой, его хорошее сделать нельзя. Потому что, ну, 10 игр дома и 10 на выезде, это нонсенс. Это нонсенс с точки зрения, со всех точек зрения. С точки зрения подготовки, с точки зрения маркетинга. Потому что, ну как, люди же не могут там 10 дней подряд платить деньги, там ходить на хоккей. И игроки уже, и вот поверьте мне, я вот с командой езжу, там тренеры, они хоть что-то делают, игроки играют. Я вот вроде как просто езжу в хоккей смотрю, ну это очень устаешь, просто устаешь. Потому что слишком много событий в единицу времени. Ну, вот представьте, там, это же вот, мы же видим что по телевизору, там, прожектора, гимн, игра. А там же форму погрузил, форму разгрузил, взлет, посадка, чек-ин, чек-аут. Опять поел, поспал, встал в самолет. И вот уже... То есть эмоций на игру просто нету, им не откуда взяться. Ну, поймите правильно, я не жалуюсь. Все команды в таких условиях. Просто это очень сложно, вот эта вот Олимпиада и... Остается время на подготовку, я не знаю, там, тактические... Вот практически нет. На беседы с игроками, там, или только в самолете приходится. Вот это вопрос, Эрки, задайте. Да, мистер Весл, насколько у вас хватает времени побеседовать с игроками, а уделить время тактической подготовке при таком рваном и периодически очень плотном графике. Тренерство в КХЛ, значит, что нам нужно много просматривать видео. Говоря о календаре, то есть у нас как раз есть проблема, что много игроков нашей команды уехало играть из национальной команды. Это очень сложно, потому что игроки устают после игроков нашей команды. И мы должны сразу после этого ехать, сразу в гостевые матчи играть. И ты должен все время, да, то есть повышать свою... Сложность заключается, с одной стороны, ты должен выигрывать матчи, а с другой стороны, ты должен улучшать треночный процесс игроков. Тут же понимаете, что получается? Вот смотрите, идет условно там 8 игр через день, да, все уже все думают, ну сейчас эта восьмая игра пройдет, и сейчас мы немножко там вздохнем, тренировочный процесс. Закончилась восьмая игра, и сборники уехали. 7 человек. У нас тут смешная ситуация была, у нас просто реально некому было в воротах играть на тренировках. Но нету их вратарей. Потому что толпар уехал, торос уехал, два вратаря уехали в сборную. Мы тут чуть ли не с объявлением... С одним? С одним остались, да. Да, мы тут чуть ли с объявлением по городу ходили. Никто не хочет там постоять в воротах на тренировке. Ну, это же смешно, но такая ситуация... Как вышли, кстати, из положения? Кто-то откликнулся на объявление? Ну, нашли там, нашли, да. А по поводу коммуникаций... Перебью Азамат, потому что у нас небольшая реклама, а потом мы вновь вернемся в студию и продолжим наш разговор. Оставайтесь на телеканале БСТ. Это программа «Спортбар», и мы продолжаем работать в прямом эфире прямо из пресс-центра Уфа-Арены, где мы говорим о хоккее, о Салавате и Лайве, о том, что ждать нам в ближайшее время. Тагир Асхатович, и, наверное, сейчас всех волнует вопрос о ребрендинге клуба. Вот что можете сказать, почему вдруг решили поменять эмблему, логотип и так далее? Не вдруг, это точно. Значит, этот вопрос существует, я уже, так понимаю, достаточно длительное количество времени. Во всяком случае, с марта, когда я появился в клубе, первый вопрос, который мне задали, помимо всех прочих, почему у нас не осуществлен ребрендинг до сих пор на фоне таких клубов, как там Амур, скажем так, Адмирал, Владивосток, вот их представляют, вот именно, что вот это случилось, и вот новые движения, новая кровь. В любом случае, скажем так, ребрендинг, наверное, нужен, не нужен, это, скажем так, решение должно формироваться системно, постепенно, мы должны понимать, чем, допустим, старый бренд хуже или лучше будет новый. Для этого мы объявили определенный конкурс, еще раз подчеркиваю, мы не говорим, что он состоится, и мы будем упразднять наш бренд, который, допустим, мне абсолютно нравится, мне нравится наша пирамида и то, как она выполнена. Кому-то не нравится, нам нравится. Поэтому мы вот устроили такой, своего рода, социальный опрос в этой части. Кто-то предложит лучше, мы посмотрим, посмотрим, как общество делится именно болельщиков, как оно отнесется к этой теме. Пока у вас нет понимания, за что люди согласны, не согласны менять треугольник на что-то. А вы знаете, вот ровно пополам все это делится, один день 60 на 40 идет, а другой день 40 на 60. И вот прямо нет 90 на 10, что все за или все против. Все вот в среднем так вот. А ребрендинг это в том числе и маркетинговая история, да? Ну это абсолютно маркетинговая история. Это доходы и клуба. Это абсолютно и клубы доходы, это маркетинговый ход с точки зрения вообще развития. Это новая кровь, это новое движение, безусловно, это вот какое-то новое дыхание в этой части. И клуб должен уметь зарабатывать деньги. Безусловно, иначе зачем все это существует? На шею ни у кого сидеть не надо, надо зарабатывать деньги. Один из болельщиков неплохой совет дал. А давайте все разговоры о ребрендинге сделаем после того, как под этим треугольником выиграем третью награду. Замечательный вариант. Поддерживаем полностью и согласны. Спасибо большое. Вопрос закрыт. Ребрендинга пока не ожидается. Успокойтесь, сторонники треугольника. Я вот сейчас из вашего числа тоже успокоился. Вот один, да, озвучу один из вопросов, который задают нам болельщики на наш мессенджер WhatsApp. Леонид Ладленович, это вам зачем поменяли Кокарева на Бурдасова и довольны ли этим трансфером? Тема Бурдасова сегодня на нашей встрече с болельщиком всплывала. В данном случае не совсем обмен Кокарева на Бурдасова. Если бы была возможность, мы бы и Кокарева, и Бурдасова сохранили бы. Другой вопрос, что у нас чисто технически, ну, финансовый аспект, не было такой возможности. Скажем так, Денис очень хороший игрок, но нам нужен был игрок другого стиля. Нам нужен был атакующий игрок с броском, скажем так, финишер. Ну, и тут еще такой момент, понимаете, когда делается какой-то трейд, обмен, приглашение в команду. Это, ну, понятно, что я там важную роль в этом процессе играю, но это никогда не происходит. Вот, захотел генеральный менеджер, сделал обмен. То есть, этому предшествуют очень длительные консультации со скаутами сначала, потом, естественно, с тренерским составом. Это все обсуждается по нескольку раз. Мы приняли такое решение. И надеемся, что оно сработает. Ну, можно Эрку спросить, что он думает. Что вы думаете о трейд Бурдасове? Да, он хороший игрок. И он играет много. И если вы хотите играть, то нужно играть. И я думаю, что он будет играть много игроков в будущем. В ближайшем? Ну, да, в ближайшем, естественно. Очень много было вопросов у болельщиков. Да, мы все-таки как-то негативные моменты подмечаем. Вот команда плохо играет и так далее. Но вот уже в игре в Сочи мы наконец-то увидели реализацию лишнего игрока. И можно ли сказать, что мы нашли игру именно при таком... При большинстве. При численном преимуществе. Или же, возможно, опять какие-то проблемы. Вообще интересный момент, да? Не совпадение ли это, хочу сказать? Пока перевод идет, можно было. Все, перевод окончен. В начале сезона мы уже имели еще один пабо-плей-юнит. И импорты играли там. Я думаю, что сейчас мы имеем компетитов для них. На линии, где Пурдасов играет сейчас. И лучше мы играли. Он говорит, что в начале сезона у нас только одна бригада большинства была. Вот иностранцы играли в большинстве и все. Сейчас мы сделали две бригады большинства. Потому что как раз появилась возможность. Пурдасов появился. И между ними устроили соревнования. Кто из них лучше будет в большинстве играть? Нет. Мы с надеждой смотрим в будущее в этом плане. Ну, конечно, с надеждой. И тут какая история. Вот это большинство, вот я считаю, моя точка зрения, почему у нас не шло в большинство. Это как вот горе от ума. То есть, когда у тебя нет мастеровитых игроков, что они делают? На синюю линию набрасывают на ворота и бегут там все закапывают. А так как у нас там сплошные солисты и артисты, и мы все хотим в пустые ворота ее завести, естественно, у нас поэтому не получается. Как только мы упрощаем игру, вот как в Сочи, в большинстве, на ворота броски, добивания, голы пойдут. То есть, тут, опять же, в сознании игроков надо измениться. По игре в Сочи оптимист скажет, как хорошо, что мы наконец-то выиграли. Но мы правда заждались победы. Да, тем более, мы знаем, как Лину Сумарк любит портить праздники, чужие в день города в Сочи одержали победу. А пессимист скажет, ну чего радоваться, мы победили не потому, что мы так были хороши, а потому что сочинцы играли недостаточно серьезно 8 раз мы играли в большинстве или 7. Вы к какой точке зрения придерживались? Я придерживаюсь к такой точке зрения, что сейчас все играют серьезно, и никто не выходит спустя рукава, и в Сочи, в Сочи вообще эта команда там загадочная. Мы там у них выиграли 11-3, они на следующий день выигрывают 5-0 у Казани, потом обыгрывают СКА в гостях, обыгрывают Йокерит в гостях. Это очень хорошая команда, и я не скажу, что это была легкая игра. Учитывая то, что у нас такой психологический фон не очень хороший, потому что поражений много, это очень сложная игра была. Вот, хороший вопрос. Есть ли смысл, во-первых, вам, Леонид Владимирович, как человеку, который знает все о судействе, как вы оцениваете судейство? Сейчас на федеральных каналах нас никто не слышит, и за нами не наблюдают, ваша точка зрения. И есть ли смысл сегодня подавать какие-то протесты по поводу неправильного судейства, пробовать отстранять арбитров от игр, отводы давать, и что-то, ну, в общем, работать в этом направлении? Во-первых, это 300 тысяч, так, на всякий случай. Во-вторых, я, ну, в принципе, и с Алексеем Анисимовым там, и мы говорили, откровенно говоря, меня мало волнует, что там сделают с судьями, какие санкции к ним применят, если они там ошибаются. Меня интересует, вот, происходит какой-то момент, с нашей точки зрения неправильно, мне нужно понять, это ошибка судей, или это какие-то новые правила, новые веяния. Ошибка, если все понятно, вопросов нет. Если это, скажем, новые требования, новые правила, или какая-то методика изменилась, тогда я вызываю игроков и говорю, я, ребята, вот в этой ситуации, видели, вот судья принял такое решение? Я говорю, да. Я говорю, так вот, начиная с этого года, согласно там инструкции и хафе, это трактоваться будет вот таким образом. Поэтому обращаю ваше внимание, что мы не имеем права делать тот, тот и вот этот. Я вот лично только в этом контексте рассматриваю это судейство. А что касается протестов, ну, поверьте, это вот раньше было как? Едет судья куда-нибудь там в Верхнюю Салду судить, как он там отсудил, что там произошло, там протокол-то не всегда доезжает до Федерации. Сейчас КХЛ это под таким микроскопом рассматривается, что это, честно говоря, им не позавидуешь, этим судьям. Там, не дай бог, песчинка. Тогда зачем вы говорили о 300 тысячах в начале своего ответа? Значит, у нас все хорошо. Нет, правила Лига ввела, о которой мне очень не нравится, я об этом говорил, что нельзя критиковать судей, это стоит 300 тысяч. Вот о чем речь идет. Ну и наше время эфира близится к концу, и впереди нас ожидает зеленое дерби, это поединок с Акбарсом, и вот прям у всех гостей студии хочется спросить, чего мы ждем от этого поединка? Может быть, мистер Вестерман начнет? Придает ли он такое же значение? Понимает, что значит для уфимцев этот матч? Ну, я сейчас блесну английским. Да, да. Грин-дерби везде в хоккей-вторе. Мы подготовимся. Мы так хороши, мы можем, и мы действительно боремся в этом матче. Мы подготовимся настолько хорошо, сколько мы можем, и будем биться. Мы можем быть спокойны, что наши парни, если даже и не одержат победу, в этом поединке будут выглядеть мужчинами. Не будем семистром замах. Я не первый год живу. Это Акбарс. Есть несколько дней на восстановление у нас. И мы будем готовы к этой игре. Будем готовы к этой игре. Спасибо большое, уважаемые гости, что сегодня пришли к нам на эфир и в такой непростой ситуации ответили на вопросы и наши, и болельщики. Может быть, не совсем удобные вопросы, но в любом случае мы с командой будем поддерживать Салават Юлаев. Правда, Азамат? Правда. И большое спасибо вам за встречу сегодня с болельщиками. Я не знаю, какую оценку она получила в соцсетях, но каждый из тех, кто присутствовал сегодня в этом зале, каждый из тех, кто задавал вопросы, за ним, за каждым стоит большое количество настоящих, самых простых болельщиков нашей команды. Я очень хочу, чтобы наши хоккеисты не забывали о том, что клуб наш носит имя легендарного человека. Человека, которому за границами Уфы относятся как к своему родственнику. Люди говорят, это наш Салават. Люди поют его песни. Люди очень переживают, как выступает команда, носящая его имя. Спасибо большое. Это была программа «Спортбар». Любите спорт и будьте здоровы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова